Возникают всякие конспирологические истории. А что, если это на самом деле не Буданов и не украинцы запустили дроны по объектам на Рублевке, а если это Пригожин продолжает таким образом раскачивать Россию-матушку? Ну, пойми, Евгений, друг мой, в этом есть слишком велик процент конспирологии для меня. Поэтому вот так я уже рассуждать не умею. Нет, насколько я понимаю, это не он. Он действительно, ну вот, скажем так, мыслит совершенно по-иному. И, главное, в этом нет никакой необходимости. Ему не надо раскачивать. Это его лодка. Вы что, не поняли, что ли, все? Ему не надо раскачивать свою лодку. Он действительно понимает, в отличие от многих других, что, чтобы выжить этой власти, ей необходимо окончательно офашиститься и запереться. И, да, есть несколько миллионов человек, которые не согласны, которым больно, которые рыдают по ночам. Они не способны на восстание, они не могут эмигрировать, и их участь страшна, Жень. Да, это правда. И я никогда, кстати, вот я лично никогда не пытался выступать публично, особенно с осуждением тех людей, которые по тем или иным причинам не могут уехать. Да я тоже не выслуживаю. Я просто пытаюсь им объяснить, что если они откажутся, они будут выявлены, они будут заклинены. И если они откажутся перевоспитаться и жить по-путински, пригожински, то они будут тем или иным способом, конечно, раскулачены и уничтожены. И это мы с тобой что делаем? Мы с тобой расшифровываем эту вот пригожинскую декреталию. Если угодно, кто угодно может поискать в ней другой смысл, но, по-моему, его там нет. Да, вот смотри, кстати, есть еще новость. Она отлично иллюстрирует то, что мрак и чернотища не рассоткнутся. Мрак и чернотища будут многие ближайшие годы при условии сохранения власти за Путиным и пригожинами, а другой власти в России нет. Смотри, по информации ГУР, которая тоже была проверена и подтверждена, в Курске, в Ростове строят масштабные по 4 тысячи квадратных метров труппосортировочные комбинаты. То есть Путин пригожин не только озабоченный вопросом превращения нескольких сотен тысяч россиян в труппы, но и логистикой. Логистикой что с ними делать? И на этих труппосортировочных заводах будут развернуты производственные мощности по охлаждению, опознанию, сортировке, хранению, доукомплектации, упаковке и рассылке мертвецов по родственникам и в кладбище. Там, кстати, в предварительных документах оба предприятия рассчитаны на прием в обработку около, непонятно, 30 тысяч трупов в неделю или в месяц. Там это не вполне 30 тысяч стыкуется с площадями, но, может быть, этот вопрос будет решен за счет ярусности. И вот эти заводы по опознанию, складированию тех, кто убит в Украине, есть еще масса других примеров. Инициаторам, я извиняюсь за невольную реплику, инициаторам этого начинания надо бы для начала вспомнить, что они в огромном количестве своих убитых бросают там, непосредственно на поле боя в Украине, где они превращаются в удобрения для украинских черноземов. Да, это я, несмотря на то, что меня шпыняют за это очень жестоко, я это регулярно, если ты просматриваешь мой телеграм-канал, который все равно является из всех свободных русскоязычных каналов самым большим, я не чураюсь этих видео, надо сказать, что Украина, командиры, источники, они очень прилежно мне шлют, но я далеко не все ставлю. Там просто картины гораздо более жуткие, но, правда, я жуть и показываю. То есть мы вернемся на секунду к Пригожиным. Действительно, Пригожин прав, у России нет другого выхода, кроме как переформатироваться во что-то. Со всеобщей мобилизацией, все в пилотках, все точат снаряды. Ведь когда Путин сказал в свое время, что мы еще не начинали, он ведь невольно, он невольно сказал правду, как это не неприятно звучит, потому что основной-то козырь еще не выложенный был. Это был именно внутренний фашизм, который может, кстати говоря, вполне вывести Россию на те результаты, которые ей нужны. Давай не будем закапывать головы в песок, потому что причитать тут вообще бесполезно. Нам хорошо известны плоды фашизма, как они выглядят, как они пахнут. Это почти вся мировая история, и история Германии дала возможность насладиться этим зрелищем. И понятно, что если у вас началась какая-то мощная химическая реакция, типа какой-нибудь второводородной серной кислоты, дома не пробуй, это бешеная совершенно вещь, ее невозможно остановить там ни заклинаниями, ни мольбами, ни слезами, она свершится. И вот если начались процессы фашизма, то пока эта идея себя не сожрет или не погибнет под какими-то развалинами, она все равно будет жива. Поэтому вот тем людям, которые не могут бежать, я им все равно говорю, дорогие мои, чтобы потом не было ко мне претензий, бегите, спасайтесь, спасайтесь, потому что то, что происходит, страшнее, чем взрывы всех АЭС сразу. Субтитры создавал DimaTorzok